Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто это время решил провести вместе с нами на телеканале Беларусь4. Как всегда в это время мы говорим вам «Добрый вечер, Гомель!» А нашу сегодняшнюю встречу мы решили начать с небольшой вечерней велопрогулки и сейчас объясним почему. С тем, что велосипед – самое лучшее в мире средство при движении, с каждым годом соглашается все больше людей. С этим согласен я, Татьяна. Вы смотри, велосипед экономичный, экологичный, полезен для здоровья, в общем, хорош со всех сторон. Мы тоже любим велосипеды. А наша сегодняшняя программа будет посвящена как нашим двухколесным друзьям, так и их владельцам. Все о велодвижении на гонщине и даже больше вы узнаете в нашей передаче. Ну и перед тем, как ехать в студию, я предлагаю пару кружков по сферу и поедем встречать наших гостей, которые совсем скоро также приедут к нам. Поехали! Велосипед как стиль жизни, и с этим согласятся многие, кто увлекается велоспортом. Велосипед привлекает к себе все больше и больше внимания, и в этом нет ничего удивительного. Велоспорт продолжает завоевывать популярность по всему земному шару. И наша область не исключение. В Гомеле появились велодорожки и целое сообщество велосипедистов. Об этом и не только подробные в деталях расскажут наши гости. Начальник управления ГОСТА и автоинспекции ОВД Гомельского облсполкома. Председатель Федерации велосипедного спорта Гомельской области Игорь Макушенко. Добрый вечер. Добрый вечер. И заместитель начальника милиции и общественной безопасности Анатолий Васильев. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, наверное, логично будет нашу беседу начать с такого вопроса. А вот какое место в вашей жизни занимает велосипед? Начнем, пожалуй, с вас. В первую очередь, велосипед – это здоровье. Вся моя семья, вся семья на всех мероприятиях, касающихся велосипедного движения, принимает участие активно. И, конечно же, это здоровый образ жизни. И, в общем, когда массовое движение велосипедистов и между собой начинают рассказывать, какой у меня велосипед, какие заслуги и тому подобное, это все отлично, это все великолепно. И последнее, то, что проводили на Гомельщине веломарафон, он показал свои плоды, что больше 800 велосипедистов собралось и проехали активно образ жизни. И та цель, которую мы планировали в этом мероприятии спортивном, она достигла своего. Своей точке, своего пика на данный момент. Антоний Анатольевич. Я полностью соглашусь с Игорем Александровичем, но хочу сказать, что велосипед – это, наверное, еще прекрасная возможность окунуться в детство. Не каждый взрослый катается на велосипеде, но вместе с тем каждый ребенок катался на велосипеде. И действительно, сесть на велосипед – это возможность окунуться в детство, почувствовать себя опять-таки ребенком, вспомнить хорошие все воспоминания, что связаны с детством. Ну и, конечно же, это здоровый образ жизни. Ну, вы говорите, велосипед – это детство, но с такими технологиями, которые развиваются с каждым годом в велопроизводстве, некоторые велосипеды стоимостью достигают прямо автомобилей далеко не дешевого. Абсолютно верно. Как я уже сказал несколько лет назад, количество велосипедистов в Гомеле было гораздо меньше. Сейчас оно растет с каждым годом все больше и больше. Есть ли какой-то контроль за тем, что велосипедистов начали? К сожалению, на сегодня в целом на территории Республики Беларусь отсутствует обязательная регистрация всех велосипедов. Хотя и УВД Гомельского госполкома выходило с инициативой, и МВД Республики Беларусь выходило с инициативой о том, чтобы регистрировать всех двухколесных друзей. Но наша инициатива не нашла поддержки, в связи с чем УВД Гомельского госполкома, первый в нашей Республике, сами разработали соответствующую компьютерную программу и уже несколько лет ставят на учет соответствующие профилактические все велосипеды, которые находятся во владении наших уважаемых жителей области. На сегодняшний день нами поставлено на учет более 160 тысяч велосипедов по Гомельской области. Если возьмем только город Гомель, это более 25 тысяч велосипедов. Мы эту цифру можем также смело умножить на 2, и мы тогда получим ориентировочное количество владельцев велосипедов. То есть эта же цифра, она может говорить о том, сколько у нас велосипедистов? Которые поставили свои велосипеды на учет. А которые не поставили, у нас же есть... Ну, мы знаем все законы статистики, умножать на 2, и мы получим более-менее реальный результат. Вот мы уже выяснили примерно сколько велосипедистов. Игорь Александрович, Вы возглавляете Федерацию велоспорта. Вот основные функции и задачи. Расскажите подробнее. Основная же функция это привлечение граждан. Федерация очень активно продвигает вопросы велодорожек, то есть инфраструктуры. Не только в городе Гомеле, но и в крупных районных центрах нашей области. Ну, конечно же, с учетом финансирования, которое уделяется, это недостаточно. Но тем не менее, если мы будем себя заявлять о том, что необходимо это делать, и в перспективе, поверьте, однозначно перспектива велосипедного спорта, велосипедного движения, она достигнет тех масштабов, которые необходимы для осуществления велодорожек на территории города Гомеле. Это наша цель Федерации велосипедного спорта по Минской области, чтобы сделать такую же велотрассу, как в Минске, ну или еще, можно пример привести, Российской Федерации. Александр Ильич, а кто может стать членом Федерации, что для этого необходимо? Любой гражданин Республики Беларусь может стать членом Федерации. С учетом того, что сейчас у нас идут вопросы перерегистрации и тому подобное, это как бы внутренние вопросы Федерации, но любой, который любит очень велоспорт и велодвижение. Те, кто катаются по городу на велосипедах, уже успели отметить и наличие, и удобство велодорожек, которыми обустроен наш город, ну и, кстати, и парковочными местами. На этом будет стоп или продолжит развитие велосипедной инфраструктуры по Гомелю и области? Однозначно, однозначно, наша инициатива, мы постоянно будем стучаться в двери, чтобы нам открыли в части того, что сделать достойную велодорожку, велотрассу, для того, чтобы люди приезжали и активно использовали ее для своего здоровья. Мы свои предложения внесли в горы с полком по велодорожкам, то, что необходимо сделать, чтобы это была сквозная велодорожка с одного конца города в другой конец, и она замыкалась в одну трассу. В перспективе, да, с учетом финансирования, выделения финансирования, Петр Алексеевич Кириченко пообещал, что будет это продвигать, но с учетом финансирования. Вот интересно, у нас есть какие-то такие данные, протяженность велодорожек по городу? Конечно, мы же внесли свои предложения, и там уже было определено, по каким улицам, по каким пешеходным, где разделять будем пешеходные движения от велосипедного. И у нас это получилось около 8 километров. Ну, конечно же, она... Ну, конечно, по сравнению со столицей, у которых 20 километров, 8 километров это как-то, ну, мало. Да. Анатолий Анатольевич, ну вот выясняем, что все больше и больше с каждым годом велосипедистов в нашем городе, и если раньше, например, еще лет 10-15 назад все велосипеды делились на три категории, это «Орленок», это «Взрослик», это «Раскладной», то есть сейчас велосипеды, но даже можно встретить «Фольксваген» и у некоторых даже «БМВ». Вот если взять ценовую категорию, можете ли рассказать, какой самый дорогой велосипед зарегистрирован на территории нашего города? Вы знаете, мы действительно, с учетом того, что вы правильно, абсолютно верно сказали, увеличивается количество владельцев велосипедом, велосипедом. Велосипед становится тем предметом, которого люди хотят иметь, но не всегда хотят его покупать официально. Некоторые покупают, извините, заранее и похищенные велосипеды, о чем свидетельствую статистику, я ниже остановлюсь по количеству совершенных краж. И в связи с чем мы разъясняем людям, что в первую очередь поставив свой велосипед на учет в органы внутренних дел, они обезопасят себя и помогут затем, вдруг, если велосипед ставит предмет на преступное посягательство, быстро его найти. У нас опять-таки такие факты есть, когда раскрывались серии краж велосипедов на территории города Гомеля, все эти велосипеды всплывали в Хойницком районе Гомельской области. Анатолий Анатольевич, а вот какими темпами сейчас идет учет велосипедов, насколько активно люди подключаются к этому? Вы знаете, в первую очередь, потому что мы проводим соответствующую профилактическую работу, активно нам в этом помогают сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Люди сами приходят? Да, в первую очередь мы агитируем, чтобы они приходили сами. Пользуясь опять-таки нашей телепередачей, хочу ко всем нашим телезрителям обратиться. 24 часа в сутки у нас работает оперативная дежурная служба. Зайдя в оперативно-дежурную службу, буквально максимум от 3 до 5 минут займет процедура постановки велосипеда на учет. Она совершенно безвозмездная. Вместе с тем, еще раз повторюсь, человек, владелец велосипеда, обезопасит себя от совершения правонарушения. А если оно будет совершено, то мы сможем по горячим следам быстро раскрыть это преступление. Возвращая статистики, хочу сказать, фактически каждая вторая кража велосипедов у нас раскрывается, и мы возвращаем двухколесных друзей их владельцам. Хотелось бы еще, даже пользуясь служебным положением, расскажу, что свой велосипед. Я уже давно поставил на учет, но совершенно недавно узнал, что мне должны были еще выдать наклейку на велосипед, на которой написано, что мой велосипед, скажем так, под вашей охраной. Скажите, пожалуйста, где самостоятельно я могу раздобыть это украшение велосипеда? В оперативной дежурной службе, того РУВД, куда вы обратитесь? А если говорить о велокражах, то есть вы уже затронули этот разговор частично. А если брать Беларусь даже в целом, какая область, где больше крадут велосипеды? Знаете, я хочу, с одной стороны, и успокоить наших телезрителей. Гомельская область не является тем регионом, где совершенно наибольшее количество краж велосипедов. Вместе с тем мы находимся в серединке. Наибольшее количество краж совершается на территории Брестской, Минской областей и, соответственно, города Минска. Но вместе с тем, уважаемые телезрители, вдумайте в цифру, за 2014 и за 2015 год в сумме преступники укатили более тысячи велосипедов. То есть каждый год совершалось более 500 краж. На сегодняшний день у нас намечена тенденция, как по городу Гомель и Гомельской области, сокращение этого вида преступлений. Вместе с тем, как показывают данные оперативных сводок, позавчера у нас было совершено по области 5 краж велосипедов. Вчера у нас совершено 3 кражи велосипедов. Погодные условия меняются. Все выкатывают своих двухколесных друзей. Но вместе с тем преступники тоже не спят. Я бы хотел немножко поменять русло нашего разговора, обратиться к правилам дорожного движения, которые существуют и для автомобилистов, и для пешеходов, и для велосипедистов в том числе. Насколько они, скажем так, жесткие и придерживаются ли их те, кто управляет двухколесным транспортным средством? У нас есть вопросы и к нарушителям правил дорожного движения, это со стороны Государственной автомобильной инспекции, в части пешеходов, в части велосипедистов и, конечно, водителей. С учетом того, что идет разговор про велосипедистов, с их стороны имеются нарушения, допускаемые именно правил дорожного движения. Это, конечно же, управление велосипедом в нарушении правил дорожного движения по проезжим частям в городской черте. Административная ответственность предусмотрена за это, это от одной до трех базовых величин, ну, либо предупреждение. Кроме этого, если велосипедист находится в нетременном состоянии, а есть и такие факты, когда сотрудники Государственной инспекции задерживают любителей покрутить педали на велосипеде. Ну, по факту, в любом-то случае за рулем. Ну, конечно же, административная ответственность уже идет от трех до пяти базовых величин. Ну, а если велосипедист причинил легкие телесные повреждения пешеходу, то административный штраф достигает до 20 базовых величин. То есть штраф огромнейший. Насколько это позатом году было в городе Минске дорожно-транспортное происшествие с участием велосипеда и пешехода, когда был совершен наезд на пешехода. И пешеход получил значительные телесные повреждения и даже был госпитализирован от велосипеда. От велосипеда, да. То что же за велосипед должен быть такой? Скорость, которую велосипедисты развивают. А велосипеды, как вы говорили, есть очень дорогие, очень скоростные. И если посмотреть по городу Гомелю, то есть вопросы к велосипедистам, в том числе в части того, что под ротуаром развивают такую скорость, что, естественно, если столкнуться с пешеходом, то пешеход может получить телесные повреждения значительные. А если брать статистику, что чаще всего велосипедисты нарушают, переезжают дорогу на велосипеде? Здесь надо как-то разграничиваем, будем так, что в черте города, в городской черте, это одни нарушения права дорожного движения. Больше всего это, конечно же, движение по проезжим частям, непосредственно, что запрещено правом дорожного движения. Если берем населенный пункт, именно в сельской местности, это управление велосипедом в нетренном состоянии. Идти не могу, но еду. Мы с этим вопросом боремся, с такими велосипедистами. Доставляем даже велосипеды из ИМА, просто наоборот нужно штрафовать это можно. Вот я хотел сказать, конфискует ли велосипеда? Штраф можно и выписать, но и дальше что? И дальше он поедет и совершит дорожное транспортное происшествие. Да не из-за того, что он совершит, а за то, что он сам погибнет или получит увечья. Это же велосипедист. Наверное, на сегодняшний день у нас 11 дорожных транспортных происшествий. Три человека погибло и 11 получили ранения. Это с участием велосипедистов. Ну хорошо, это мы говорим про взрослое население, но сейчас даже если буквально всю секунду выйти на улицу и посмотреть основная масса катающихся на велосипедах по центру города, это несовершеннолетние. Ну, грубо говоря, дети. Как, скажем так, их организовать? Рассказать о правилах движения? Со стороны государственной автомобильной инспекции, со стороны Федерации велосипедиста по Гомельской области и управления образованием очень активная работа идет непосредственно в школах. Сотрудники госавтоинспекции проводят соответствующую работу вместе с преподавательским составом. В каждой школе города Гомеля и в районных центрах на селе имеются отряды юных из Петрового дорожного движения, где непосредственно не только обучают теории правил дорожного движения детей, но и правильному вождению, правильной эксплуатации велосипеда. Впереди каникулы и немаленькие, большие, летние. Есть ли какие-то программы именно для юных велосипедистов? Да, в первую очередь мы уже на сегодняшний день разработали специальный план по детскому дорожному транспорту, сокращение уровня его. Во всех оздоровительных лагерях и пришкольных лагерях сотрудники госавтоинспекции и сотрудники милиции не только будут вопросы безопасности дорожного движения, но и профилактики среди несовершеннолетних по совершению преступлений и тому подобное будут проводить. И на протяжении всего летнего периода. Определены уже и санатории, и детские оздоровительные лагеря. Будем активно участвовать в этих вопросах. Вы знаете, я думаю, что сейчас самое время обратиться к тем, кто проводит этот вечер с нами по ту сторону экрана и просто напомнить об элементарных вещах, о которых, к сожалению, мы часто забываем, как правильно вести себя на велосипеде и, ну скажем так, и пешеходам, и велосипедистам, для того, чтобы все существовали мирно, дружно и позитивно. Конечно же. В первую очередь, это должна быть в культурах. Участников, всех участников дорожного движения. И пешеходам, и велосипедистам, и автомобилистам. Если не будет культуры между участниками дорожного движения, мы одними административными штрафами, либо профилактикой не добьемся. Анатолий Анатольевич, что скажете вы? Я хочу пожелать всем нашим телезрителям, чтобы они относились к своим любимым велосипедам так же, как они относятся, женщины так же относятся к своей сумке, любимой косметичке, мужчины так же, как они относятся к той же самой, ну, выжигалке, портмоне. Когда заходят в магазин или где-то, никто же не бросает ни сумку, ни косметичку на входе в магазин без соответствующего пригляда. Да и квартиры открытыми никто не оставляет. И открытых нет. Поэтому велосипед тоже. Если вы, уважаемые наши телезрители, хотите, чтобы у вас двухколесный друг был всегда в сохранности, он должен быть однозначно под вашим взглядом, чтобы видели, где что, как с ним происходит. А если он уже где-то ночует, соответственно, он должен быть надлежащим образом закрыт запорными устройствами, чтобы каждое утро, выходя, и когда вы будете ехать или на работу, или на учебу, ваш друг всегда вас встречал двухколесный. Спасибо вам огромное за то, что часть этого Доброго вечера в Гомеле вы провели вместе с нами, рассказали много полезной информации. Ну, и хочется сказать, до встречи на дорогах. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Дальше в нашей программе еще больше велосипедных историй. Также поговорим о работе общественного объединения «Велогомель» и не только. Оставайтесь с нами. Велосипед – это путь к здоровью. Постоянные ежедневные тренировки, пусть и недолгие, будут постоянно держать в тонусе. Велосипед – это экономия. Вам не придется тратить деньги на постоянно дорожающий бензин и дорогое обслуживание. Велосипед – это мобильность. В общем, со всех сторон велосипед хорош. Уверены, это подтвердят и наши следующие гости. Первый заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Эдуард Бабкин. Здравствуйте. Добрый вечер. И Дмитрий Трусов, представитель общественного объединения «Велогомель». Здравствуйте. Эдуард Викторович, позвольте первый вопрос задать вам. Какое внимание в области сегодня уделяется велосипедному спорту и всем поклонникам велосипеда? Велосипедный спорт в области занимает приоритетное направление. Один из 15 видов, на которые обращают внимание несомненное управление спортом, он является олимпийским видом спорта. Календарем спортивно-массовых мероприятий на год запланировано более 800 миллионов рублей. Это на учебно-тренировочные сборы, на спортивные мероприятия областного, республиканского значения. Ну и, конечно же, поддерживаем ту молодежь, которая подрастает. У нас, в частности, по итогам 2015 года, 10 спортсменов определены в список получающих стипендий областного исполнительного комитета, который утвердил Владимир Андреевич Дорник. И два спортсмена-кандидата на Олимпийские игры, это Константин Севцов и Василий Кириенко, они получили поддержку материальную от Национального комитета Республики Беларусь по Гомельской области, который возглавляет заместитель председателя Гомельского области полкома Привал Владимир Александрович. Но это то, что касается профессионального велоспорта. Ну а если брать с любительской стороны, мы, конечно же, сотрудничаем тесно с общественным объединением Белорусской Федерации по Гомельской области по велосипедному спорту, в частности, с приходом нового председателя, определенно новое направление, это и велосубботы, и велопробеги. Сам он активно участвует и принимает участие в этих пробегах. И нас, конечно, как и руководящих работников, и как профессиональных спортсменов, он как бы зарядил такой энергией. И во втором пробеге участвовали непосредственно я участвовал, и начальник Езерский Денис Владимирович, и, конечно же, привлек туда Лисовского Александра, чемпиона мира. Он возглавлял эту гонку и с удовольствием проехал весь этап. Ну, насколько мне известно, вы еще хорошо и тесно сотрудничаете с общественным объединением Велогомель, которое представляет сегодня у нас Дмитрий Трусов. Дима, позволь задать вопрос, а что с рукой? — Скажем так, это последствия недавнего этапа открытого Кубка Гомельской области по МТБ. Собственно говоря, рабочий момент, когда бывают всякие неожиданные ситуации. И вот, в частности, я как и организатор, и как участник принял участие. И на одном из моментов произошел завал. То есть перелетел через два велосипеда, и головка пястной косточки, к сожалению, не выдержала. Поэтому, скажем так, приходится пока в гипсе ходить. — Ну, вот что значит ездить без шлема, я правильно понимаю? — Шлем обязательно условие для наших этапов, для наших соревнований. Но, опять же, никто не застрахован от таких случаев. Поэтому иногда приходится пожинать плоды самих соревнований. — Много ли у нас велоорганизаций в Гомеле? Ведь все велосипедисты, как и спортсмены, объединяются в секции. — Ну, скажем так, есть определенные группы, которые объединяются по своим интересам. Скажем так, конечно, Велогомель наиболее многочисленный, потому что... — Сколько есть на сегодняшний день участников Велогомеля? — На сегодняшний день, скажем, подписано около 4 тысяч человек. Активных, скажем так, порядка 200. Ну, а инициаторов не так уж и много. Можно пересчитать по пальцам руки. Но, тем не менее, когда надо, мы собираемся, обсуждаем разные вопросы. Велопробег к открытию велосезона, там подтверждение, что приехало столько много людей. Потому что, действительно, все очень хорошо сплотились, разослали информацию и приложили максимум усилий, чтобы это было очень массово, показательно и красиво. — А в районных центрах поддерживают велодвижение? — Ну, я стараюсь списываться со всеми организаторами по области, в том числе и по республике. Я знаю, что в Речице есть уже тоже свое направление, в Лоеве есть, в Сетлогорске есть. С организаторами данных городов я тоже списываюсь, узнаю, как у них дела. То есть, ну, развитие идет потихонечку, и это очень хорошо. — Эдуард Викторович, хотелось бы с вами продолжить эту тему, как идет развитие велодвижения. Ну, областной центр, ясное дело, здесь у нас, скажем так, кипит жизнь и велодвижение. А то, что касается районных центров и, может быть, сельской местности? — Ну, если говорить про профессиональный спорт, у нас, помимо города Гомель, еще в пяти районах развивается данный вид спорта. И я бы не сказал, что город Гомель является одним из основных. У нас из таких районов, как Речица, выходцы, вот, как вы видите, Василий Кириенко, Будокошелевский район. Есть тоже свои герои Константин Севцов, он также участник Олимпийских, чемпион мира. Есть и свои молодые подрастающие спортсмены в Мозыре, Роман Романов. И есть Ольга Масюкович. Также есть такие известные люди, ну, это уже Зухумеля, Лисовский, Александр, тоже чемпион мира. Но на сегодняшний день пока у нас два кандидата на Олимпийские игры. Василий Кириенко и Константин Севцов, я повторюсь. А вот районные центры, как бы, они всегда притягивают на себя и соревнования областного значения, республиканского значения. Вот Мозырь, в частности, республика, как бы, полюбила этот город со своими перепадами высот. Там проводят республиканские этапы соревнований. Также в Жлобине, вот мы будем проводить, буквально через неделю в Жлобине, будет проходить областные соревнования по велоспорту. Областные. Ну, я думаю, что районы всегда были в этом плане задействованы, так как у них больше доступа к тем дорогам, которые меньше насыщены транспортом. Поэтому им проще заниматься и развивать. Да, да. Тем более, наши дороги, как бы, неплохие на районах по качеству. А есть ли у нас такая вот услуга, как велосипед на прокат? Ведь есть люди, у которых нет велосипедов, но хочется проехать. Но желание кататься есть. Есть в интернете, вот, в частности, две точки определены. Я знаю, что на Новоселковой, возле Прутковского рынка один из таких прокатов. И есть возле крытого конка по советской 83А, открытый каток или Головатский, вот перекресток. Такие центры есть. Конечно, мало. Но пока этот вопрос, может быть, не стал на такой поток. Я вижу, что у ребят, у молодежи, в частности, вот у студентов, есть желание, есть, как говорится, уже приобретение этих велосипедов. Я вижу, ездят даже на учебу. В частности, студенты, Франциска Скорина, есть оборудована парковка велосипедов. Вижу, что приезжают и пользуются этим популярным видом транспорта. Дима, Велогомель, общественное объединение. Какую работу ведет непосредственно с велосипедистами? С какими вопросами можно обратиться и какую помощь ожидать? Ну, например, по тому же самому прокату. Вообще мы стараемся работать во всех направлениях. То есть это и соревнования, и общественные мероприятия, и какие-то общественные работы. То есть фактически любую помощь, которую велосипедисту надо, всегда можно у нас получить. То есть вопросы, как отремонтировать, где есть пункты проката, какие маршруты интересные, какая-то информация дополнительная, где бы гонки проходят. Не только мы афишируем, скажем, свои гонки, но, естественно, и вообще события по республике. То есть, грубо говоря, вот недавно. Дружите городами. Да, конечно, потому что это такая каста людей, которая старается друг другу помогать и по возможности приглашать на разные мероприятия. Я, как велосипедист, не понаслышке знаю, что такое, когда внезапно можно проколоть колесо, ну, даже в черте города, где искать помощь. Оборудованы ли какие-то специальные веломастерские, и можно ли сказать, что они сегодня находятся в шаговой доступности? Ну, скажем так, веломастерских, конечно, как и велопрокат у нас не совсем пока много. Все-таки есть свои проблемы у представителей данной отрасли. Вот, но на данный момент я точно могу сказать, что уже названный пункт проката на Новосилковой Сима, там есть возможность забрать ваш велосипед. Если вдруг вы где-то поломались в городе, за городом, то есть это стоит определенную сумму денег, конечно, но такая возможность есть. Потому что, да, бывают такие моменты, когда можно проколоться далеко за городом, не имея под рукой инструментов. У нас есть хорошая традиция, знаковая для страны мероприятие проводить велопробеги. Насколько вот эта традиция, она сильна, и будет ли иметь она продолжение? Я думаю, что, Эдуард Викторович, этот вопрос и вам, Дмитрий, как представитель общественного объединения, и вам. Так как мы выяснили, сотрудничаете вы очень хорошо. Мы не только сотрудничество, мы вместе участвуем в велопробегах этих. То есть, может быть, вы и организаторами являетесь этих велопробегов? Здесь опять приходится повторяться, что с приходом нового председателя областной федерации, Игоря Александровича Макушенко, как бы новая волна пошла этого движения, и он сам организовал, прежде всего, в прошлую осень, прошлого года, первый велопробег. Открыл эти велосубботы на новой объездной дороге, не на объездной, а на восточном обходе. Как бы посмотрели, проанализировали, видим, что популяризация растет. Идут туда и велоспортсмены, и любители роликов, лыжероллеров пытаются там прокатиться. Потому что дорога перекрывается, пока по качеству прекрасно. И я думаю, что эта традиция будет поддерживаться. Весенний сезон открылся также. В апреле мы вместе открывали, и с Дмитрием тоже. И это же мероприятие планируется провести и в сентябре. Можно ли проанализировать от и до в возрастных категориях? Самые маленькие и, скажем так, самые уважаемые? Сложно сказать, если так даже визуально определить. Были дети и семилетнего возраста. И был наш, в частности, тренер Анатолий Константинович Борец, которому уже за 70, он с удовольствием преодолел дистанцию. В одном направлении 30 км, а назад 20. Для него это не оказалось определенной сложностью такой. Но возраст настолько разношерстен, потому что вид спорта доступен и досуговый. Прежде всего, регламент скорости, мы его сами определяем, как ехать. И как для себя определять нагрузку. Поэтому, я думаю, доступен для каждого возраста. Хотел бы дополнить, что очень много приезжало на велопробег именно родителей со своими детьми. Причем возраст детей, можно сказать, начинался, я не побоюсь сказать, от двух лет. Потому что приезжали и со специализированными прицепчиками, где дети были, и, собственно говоря, с велокреслами, где дети тоже могли располагаться. Поэтому тут действительно растет культура велосипедная. И потихонечку все больше и больше участников становится велосипедного движения. Общественное объединение «Велогомель», оно собирает вокруг себя людей именно в соцсетях? Или можно куда-то к вам прийти, где-то с вами встретиться и изъявить свое желание? Да, я тоже хочу быть в этом обществе. По большому счету, все-таки больше это в сетях, потому что все начиналось с сетей, с интернета, так скажем. То есть, как и зародился, в общем-то, «Велогомель», это конкретно появилась группа людей, которая захотела делиться информацией, опытом, привлекать новые силы, так сказать. То есть, первая направленность была именно велотуризм, а уже потихонечку потом присоединялись другие участники. Ну, в данном случае, скажем, у нас есть и свой сайт, но он не такой живой. Мы немножко затронули тему «Велосуббот». Хотелось бы детально на ней остановиться. Где, когда, во сколько и что при себе иметь? При себе иметь желание и велосипед, собственно говоря, или другое средство передвижения, как ролики, например, или лыжероллеры. И, собственно говоря, больше, наверное, ничего не надо. То есть, насколько я знаю, «Велосубботы» скоро уже начнутся, то есть уже почти утвержден график, и он будет проходить почти до осени. Ну, и если «Велосуббота», соответственно, это каждую субботу, во сколько и где? Каждую субботу с 10 до 14.00 на восточном обходе. Пожалуйста, пускай все приходят, катаются в свое удовольствие. И вы приходите. Спасибо большое за приглашение. Лично я им обязательно воспользуюсь. В свою же очередь хотим, Статьяна, вас поблагодарить за то, что часть этого «Доброго вечера» вы провели вместе с нами. Спасибо вам огромное за интересную беседу и до встречи на велодорожках. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Далее в нашей программе мы поговорим о таком направлении молодежной культуры, как BMX, и в деталях узнаем, что же она собой представляет. Об этом и не только. Смотрите нас сразу после рекламы. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы говорим о велоспорте и велосипедах. BMX – распространенный вид велосипедного спорта с 2008 года включен в олимпийские виды спорта. К тому же BMX Cross был включен в программу Пекинской олимпиады. BMX – это не просто огромный пласт молодежной культуры. Это целый стиль жизни для многих любителей велосипедного спорта. Об этом и не только. Поговорим с нашими следующими гостями. Давайте знакомиться. Евгений Шустав, тренер по BMX. Женя, добрый вечер. Добрый вечер. И Антон Литовченко, победитель городских и республиканских соревнований по BMX. Привет. Ребята, хотелось бы начать с такого вопроса. Так что же такое BMX? Ну, наверное, отвечу я. BMX – это маленький специальный велосипед для выполнения различных трюков. Либо специально подготовленные для этого площадки, либо на городских культурах и, скажем так, загородных трамплинах, которые также специально подготовлены для этого. Ну, вот с 2008 года он более-менее известен и в наших широтах. Женя, расскажи, как получилось так, что ты стал тренером по BMX? Где брал навыки? Все-таки не сядешь, так вот ты не поедешь сразу на этом велосипеде? Как бы неудивительно это прозвучит, но так все и начиналось. Мы просто... Методом пробы и ошибок, сбитые колени. Да, и, наверное, такая интересная история. Я занимался велоспортом, и в очередной раз, возвращаясь с тренировки, я увидел парня, который просто запрыгнул на огромной по высоте бордюр. Я крайне этому удивился. Прошло не так много времени, и я уже начал собирать свой первый велосипед. Это даже был не BMX, а горный велосипед, потому что есть тоже велосипеды МТБ, на которых так же прыгают, как и на BMX-велосипедах. И, собственно, наверное, лет 8 назад все и началось. А сколько сторонников этого движения сейчас в городе? Я думаю, даже более 150 человек, если собрать ребят из разных частей города. Почему? Потому что город довольно-таки большой, и ребята уже давно заметили, что такое BMX, насколько это интересно. И в каждом районе города уже катаются, есть своя определенная банда. Антон, повторюсь, для наших телезрителей, ты победитель городских и республиканских соревнований по BMX. Когда же наступил тот момент, когда ты решил, что это то, чего тебе не хватает, скажем так, для полного счастья? Для меня это, наверное, стиль жизни BMX. Я начал заниматься 5 лет назад. Началось все с того, что я увидел своего брата более на большом велосипеде, это называется МТБ, а я был более младший, и мне купили BMX родители. Начинал я кататься один, потом более познакомился с Женей, с другими ребятами, и более начал продвигаться в этом виде спорта. Мне начинали учить, тренировать, ну и добился таких вот результатов. Женя, в чем принципиальное отличие от обычного велосипеда? Ну, я думаю, в первую очередь бросается в глаза то, как низко стоит седло и отсутствие тормозов. Ну и, естественно, очень маленькие колеса по сравнению с большим горным велосипедом. А так принципиальных отличий нет. Тоже педали, тоже звездочка, цепь, колеса, руль, и все то же самое. То есть, если на него сесть и крутить педали, ты поедешь, как на обычном? Да, можно поехать, как на обычном, но это все-таки снаряд, спортивный снаряд, который рассчитан для того, чтобы выполнять различные трюки, а значит, он не особенно удобен для обычного передвижения по городу. А девчонки есть в вашем движении? Крайне мало, можно на пальцах одной руки пересчитать. Что девушек привлекает в этом виде спорта? Я думаю, как и парни, это экстрим, это очень интересно, это хорошая физическая нагрузка и интересные люди, потому что БМХ в первую очередь, я бы сказал, такая велосемья какая-то, где ребята общаются, обмениваются опытом и растут, проводят свое детство, кто-то юношество, кто-то уже более взрослые годы. Вот до вас были у нас здесь на программе «Добрый вечер, Гомель» ребята из общественного объединения «Вела Гомель», где собираются любители именно велосипедов в классическом его представлении. У вас же все-таки, ну, БМХ, наверное, немножко другая велосипедная каста. Между собой, насколько дружно общаетесь? Очень тяжело, скажем так, совместить какой-то спортивный... Ну, дополняемый вопрос, поймет ли обладатель обычного велосипеда обладатель БМХ? Я думаю, поймет, потому что в любом случае это все-таки велосипед, что у него, что у нас. Единственное, что в отличие, мы в разных местах катаемся. Мы убираем себе какие-то трамплины, либо специально предназначенные для этого площадки. А ребята на горных или спортивных великах уже катаются по дорогам, либо по пересеченной местности. Вот технология изготовления такого велосипеда. У него же нету тормозов. Да. Скажем так, мы сделали выбор в пользу того, чтобы ездить без тормозов. Есть велосипеды БМХ и с тормозной системой. Однако, почему большинство сейчас отказались от тормоза, это неудобно. При выполнении различных трюков, особенно вращении руля, тормоз, тормозной тросик мешает. Соответственно, и ручка, и вся эта система. Поэтому многие БМХ-еры не используют тормоза. А что за трюки? Вот вы сказали, выполнение трюка. Ну, я думаю, то, что касается трюков, мы прервемся ненадолго. Посмотрим коротенькое видео о том, как же БМХ-еры перемещаются по территории нашего города. А потом снова вернемся в студию программы «Добрый вечер, Гомель». Я думаю, что после этого видео многие, кто его посмотрел в эфире нашей программы, решили, но если не становиться БМХ-ерами в полном смысле этого слова, то хотя бы попробовать сделать, попытаться попробовать сделать. На своем примере, что это такое. Антон, как мы уже сказали, вы победители городских и республиканских чемпионатов по БМХ. Легко ли завоевать это звание или все-таки приходится постараться? Много ссадин получалось, чтобы добиться этого результата. Чтобы участвовать в соревнованиях тоже нужен велосипед, навыки какие-то. Вообще серьезные травмы бывают при тренировках? Ну, надо надевать снаряжение, защиту на голень, колено, надевать шлем. На чемпионатах и соревнованиях кто оценивает и что оценивается? Судьи, сами которые катаются, понимают, разбираются в этом. Оценивается красота трюка, сама сложность его. Есть ли для тебя среди трюков то, что считается либо очень сложным, либо пока что еще невыполнимым? Конечно же есть, этот вид спорта всегда развивается, нету какой-то высоты, которую можно закончить. Хочу спросить, а сколько же стоит такое чудо велотехники? В принципе, за цену велосипеда, хорошего велосипеда БМХ, можно купить неплохой подержанный автомобиль. И на марку. То есть в нашем городе можно приобрести такой велосипед? Да, в нашем городе можно приобрести такой велосипед. И я больше скажу, в нашем городе можно научиться правильно кататься на таком велосипеде, как раз таки в нашей секции. То есть можно к вам обращаться напрямую, если есть такие желающие? Можно, а даже нужно. Скажите, сколько времени уйдет на то, чтобы хотя бы выйти на средний уровень? Я думаю, что минимум 3-4 месяца понадобится для того, чтобы привыкнуть и выучить какие-то основные трюки на этом велосипеде. Можно ли BMX назвать сезонным увлечением или видом спорта? Или он круглогодичный? К сожалению, в нашей стране это сезонный вид спорта, потому что для катания зимой нужны специальные условия, а именно крытое помещение. Пока мы не можем найти энтузиастов и тех, кто сможет нам помочь и выделить такое помещение. Если говорить о победах, сколько побед в копилке гомельской команды BMX? Сложно сказать, но я думаю, около 10 дипломов и медалей у нас уже есть, хотя работаем мы только 2 года. Ну что ж, ребята, спасибо вам за этот визит к нам в студию программы «Добрый вечер» и удачи в вашем нелегком начинании, удачи в продвижении BMX. И приходите к нам в гости еще раз. Охренение вершин дальнейших. Спасибо. И наши белорусские. Яркий пример тому известная певица Лиана, которую то и дело и поклонники видят на велосипеде, гонящей по улицам нашего города. Люди, как дельфины. Дорогие друзья, мы рады приветствовать в нашей студии популярность. Ярную белорусскую певицу и продюсера Лиану. Лиана, добрый вечер. Добрый вечер. Тебя чаще можно увидеть на экране телевизора, на концертных площадках. А в городе, если тебя кто-то где-то и встречает, то неизменно на твоем вишневом велосипеде. Да, на вишенке моей любимой. Расскажи о своих взаимоотношениях со своим велосипедом цвета черри. Да, у меня прекрасные взаимоотношения. Начались они у нас с ней где-то в районе 4. То есть велосипед, а это у тебя она, девочка? Да, это она, да. Потому что, ну, есть, скажем так, специализированные, как ты знаешь, ну, скажем так, женские велосипеды. То есть чуть-чуть с низкой рамой. Да ладно, ты уже говоришь, что по цвету они отличаются от мужских. Ну, да, ну, знаешь, что многие мужчины, я заметила, что как-то, в общем-то, цвет у них разноплановый бывает, и даже достаточно женский, так скажем, в кавычках. Ну, на женских велосипедах там какие-то рюшечки, цветочки, у тебя вишенки нарисованные? Нет, у меня цвет вишневый, и просто есть еще одно название, это мисс черри. Вот, поэтому для меня она вишенка. Кстати, признайся честно, к нам на эфир на нем прикатила? Ну, конечно же, нет. К сожалению, сегодня она у меня, скажем так, в отпуске. Вяна, за сколько лет ты на велосипеде вообще катаешься? Получается, что первый велосипед в лет пять мне подарили. Ну, сколько лет твоей нынешней велосипеду, скажем так? Четыре, где-то четыре. Плюс-минус, я вот точно уже не помню, ну, в район четырех лет. Ну, помнишь свою первую серьезную поездку уже на взрослом, профессиональном, хорошем велосипеде? Ой, ну, честно говоря, вот не помню. Вот я даже вспоминала, да, но вот я не помню. Мне кажется, что мы как-то так гармонично стали общаться, да, с моей вишенкой, что даже как-то вот не запомнилось, да. То есть, видимо, без происшествий было по этому. А самое большое расстояние, на которое ты можешь гонять? Ой, мне кажется, что это было 35 километров. Да. Если не секрет, чем оборудован твой велосипед? Вот. Ой, мне кажется, это называется стандарт. Стандартная установка – это тормозная система, слава богу, исправная. Вот. Ну, и, в общем-то, в принципе, ну, опять же, фары, да, которые необходимы для поездки. И больше, в принципе, я даже никогда не задумывалась почему-то. Вот всегда хотел спросить, ну, не то, что у девушек-велосипедисток, а вот в данном случае у тебя, как и у медийной персоны, как, ну, у светской львицы, я не побоюсь это сказать. Ты можешь сама поремонтировать велосипед, если вдруг что-то случится? Ты разбираешься в механизме? В механизме, ну, да. Поменять тормозные колодочки, там, смазать. Нет, конечно, о чем ты говоришь? Нет, смазать, да. Тормоза потянуть. Могу, да. Есть у меня специальный ключик, да, дома я это делаю иногда, да, когда чувствуешь, что уже чуть-чуть вот напрягает, да. Ну, больше, в общем-то, ну, могу, да, когда камеру, камера называется, камеру подкачать, да, то есть у меня тоже есть насосик определенный. А поменять? Нет. Нет. Не женское это дело. Не женское. А были ли у тебя какие-то, Лена, неожиданные ситуации на дороге? Как ты выходила из таких ситуаций? Может быть, неприятные ситуации? Или наоборот, да, расскажи поделись. Да, были неприятные. Это, опять же, мы уже тоже говорили, что связано с детьми, вот, это основное, что, да, потому что, ну, была такая ситуация, я могу рассказать, то есть я ехала по пешеходной дорожке, то есть опять, получается, что было достаточное количество людей, но скорость, ну, позволительная, скажем так, была, вот, и шла, вот, мама с ребенком, может быть, года четыре было ребеночку за руку, то есть, соответственно, я же контролирую, да, процесс езды. И ребенок, в общем-то, сказал, мама, посмотри, птичка, и вырвался. А я еду, ну, хотя это была небольшая скорость, ну, вы же понимаете, что, если, не дай бог, ребеночка, да. И мне пришлось маневрировать, как говорится, в сторону. В сторону, да. Чем завершилась эта ситуация? Ну, у меня были такие повреждения, травмы, да. Ну, в принципе, гематомы были, вот так скажем. А у велосипеда? Вот, велосипеда ему повезло больше. Ну, раз мы уже заговорили о технике вождения, Татьяна, я думаю, ты меня поддержишь. Обязательно. Я пытаюсь проверить, насколько же наша сегодняшняя гостья, певица Лиана, хорошо знакома с правилами дорожного движения для велосипедистов. Вообще открывала, читала? Читала. Итак, первый вопрос. Лиана, скажи, пожалуйста, как нужно пересекать пешеходный переход вместе с велосипедом? Нужно спуститься с велосипеда, остановиться в первую очередь, спуститься с него, ну, в общем-то, вести рядом с собой. Можно там вести. Ну, мне кажется, что это все знают, по-моему. Ну, мало кто соблюдает. Соблюдает, да, я согласна. К сожалению. Я согласна. Лен, а когда ты перемещаешься, например, вдоль проезжей части, как ты движешься по пути следования транспорта? Ну, по спец... вообще, да, по пути и по специальной, конечно же, дорожке велосипедной. Вот, ну, они совмещены с пешеходной, то есть, как бы, такое общее название. Да. В общем, полностью соблюдаешь правила дорожного движения? Ну, я стараюсь, конечно. Ну, у нас же жизнь одна, в общем-то, поэтому лучше соблюдать, да, и... И не достанется ни мне, ни моей девчонке. Ну, вот, скажи, пожалуйста, для тебя велосипед, в первую очередь, это удовольствие, кардиотренировки или средство передвижения? А ты знаешь что? Мне кажется, что вот как-то это комплекс такой. Для меня лично это комплекс. И, опять же, конечно, вот сегодня много говорилось о стиле жизни. Это первое, что... Потому что, ну, опять же, для поддержания формы, естественно. Да, я это учитываю, конечно. То есть, это стоит там на первом, втором месте, да. Потом, опять же, удобное, естественно, передвижение по городу. То есть, допустим, если мне нужно проехать там к точку от А до В, вот, и трачу, допустим, в транспорте полчаса, то я за 15 минут могу... В шопинг на чем отправишься? На общественном транспорте, на автомобиле или все-таки выберешь велосипед? А вот тут вопрос такой, что смотря на что я хочу приобрести. То есть, если это что-то глобальное, конечно, иногда на велосипеде чуть-чуть неудобно бывает, да. Вот, если что-то, то... Лена, мы вот сегодня говорили об учете велосипедов. Стоит ли твой велосипед на учете? Да, стоит. Кстати, произошло это так, то есть, я не специально, вот, ходила и регистрировала, а просто-напросто меня... Поймали? Поймали, ну, как поймали? Меня остановили, причем я понимала, что я не нарушаю никаких правил дороги. Предложили? И да, мне предложили, вот, сказали, что ваш велосипедик зарегистрировал, я говорю, нет, ну, давайте сделаем это. И, в общем, прошел такой осмотр определенный, ну, по стандарту, да, и, да, зарегистрирован. Ну, кроме регистрации, техосмотр регулярно проходишь? Ой, ты знаешь, что, вот, я в этом году еще не проходила. Вот, в прошлом, да, в этом, вот, нужно, кстати, да, подумать, потому что уже какие-то со временем возникают нюансы все-таки по эксплуатации, естественно. Да, я подумаю, спасибо, что сказала. Вот, многие автомобилисты предпочитают то и дело менять автомобиль с одного на другой, ну, у них-то, или у кого-то зависимость, у кого-то просто входит в привычку. Собираешься ли ты менять свой вишневый велосипед на какую-то иную модель или прикипела к сердцу? Пока прикипела, да, вот, ну, не хочу, то есть, меня все устраивает, слава богу, как бы в работе очень приятно, и, в общем-то, пока нет. То, что касается непосредственно самого велосипеда... Можно к мальчика ей приобрететь. Ага, то есть у тебя тоже... Не знаю, пару, пару создам. Будет велопарк у тебя свой. У нас здесь просто были ребята из дома. Ну, не позволяют, в общем-то, вот, место есть, поэтому. Отлично. Если выбирать велосипед, какой ты предпочтешь, с какой системой тормозово-ободные или дисковые? Вот это вот, кстати, про вопрос, разбираешься ли ты? Вот, мне это ни о чем не говорит. Вот серьезно, честное слово. Хорошо, то, что касается велопрогулок и катания на велосипеде, что ты предпочтешь? В компании с кем-то ехать или все-таки комфортнее одной? А вот тут вопрос такой, как бы ответ на этот вопрос, что, ну, бывают разные ситуации, да, разное настроение. Иногда действительно хочется в компании, да, провести, как бы, прогулку. Но бывает так, что, в общем-то, одной хочется, да, то есть, как бы ты, то есть, я когда еду на велосипеде, я могу там решать какие-то, скажем так, вопросы, то есть, сама в себе, вот, находить какие-то ответы на них. Концепцию, новые концертные программы продумывать. Например, да. Новые исторические костюмы. Да, например. Или писать музыку. Действительно, да, то есть, это не просто, что я еду и контролирую только вот это, потому что я достаточно хорошо катаюсь, и я уже могу как-то совмещать, вот, свои мысли там и... А много друзей из окружения твоего поддерживают увлечение велосипедное? А вот, кстати, кроме Саши, еще, наверное, два человека, которых я знаю. Поэтому получается так, что иногда мы с тобой пересекаемся, не сговариваясь в городе и продолжаем вело-прогулки в мире. Это точно. Леана, раз мы уже заговорили и о велопередвижениях и о сочинении музыки, о концертных костюмах и новых шоу, не могу не поинтересоваться, что же у тебя на творческих фронтах, на музыкальном поприще. Какие новости, чем собираешься радовать своих поклонников в обозримом будущем? Ну, на данный момент я, как бы, записываю несколько композиций новых, вот, плюс мы записали, сделали дуэт с группой «Голубые береты», вот, недавно презентовали в Минске разговор с портретом. Это с солистом Юрием Слатовым. Вот, мы как-то решили, они никогда не делали акцент дуэта на эту песню, но там по словам, по мелодии, по мелодичности, скажем. То есть, это, получается, встреча двух поколений? Получилось, да. То есть, нам остается ждать, что в Гомеле совсем скоро тоже будет слышно. Да, возможно, да, в сентябре мы сделаем мини-тур этой группы, это будет Минск, возможно, Гомель. Вот тогда, кстати, я приглашаю вас. Ну, продолжая ваше сотрудничество с группой «Голубые береты», для тебя даже первое знакомство не прошло бесследно, ты стала обладательницей медали. Рассказывай, что за медаль и за что тебе ее вручили. Да, рассказываю. Да, мы делали, опять же, тур вот, этой группы «Голубые береты» и вот Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. В Афганистане. Вот, вот такая медаль. Естественно, с таким удостоверением, то есть, все четко. Рассказывай, Заш, а можешь приложить так вот к себе, как она на тебе смотрится? Как оно было, как она носится, вот так. Вот, и получилось так, что вот Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, они сочли за столь удачную организацию этих концертов. Мы вот делали три города тогда, в том числе, кстати, и Гомель. Вот. И, в общем-то, решили вот так вот наградить такой вот почетной, скажем, медалью. Спасибо огромное Жукевичу Михаилу Григорьевичу, ну, скажем так, за такой подарок. Мне и, кстати, моему соорганизатору концертов, это вот Чумаченко Андрей, вот вместе делали этот тур и многие еще какие-то проекты будем делать. Вот он тоже, кстати, он воевал, поэтому для него это было очень, скажем так, в сто раз приятнее. Ну, мне тоже было очень приятно, но для него это было знаково и значимо, естественно. Песню записали. На осень с планами определились. А как же певица Леата собирается провести лето? Ну, в принципе, я планирую, опять же, посвятить себя студии, потому что сейчас как раз-таки время отпусков, время есть для этого. Вот. Создать какой-то материал. Велосипед оставлять не будешь? Нет, конечно. Нет, сейчас такое время, как же можно. Мне получается, что как только снег уходит, возможность есть, я уже на велосипеде, вот, то есть одеваю теплую одежду, ну, потому что я жду этого времени. Возможно, что, может быть, в середине июля, может быть, в какие-то более теплые страны, все-таки я... По-моему, шикарные планы на обозримое будущее. Леана, огромное тебе спасибо за то, что эту часть вечера ты провела вместе с нами. Творческих тебе успехов и будем ждать еще раз тебя в гости в наше студию. Спасибо огромное вам. Спасибо. Друзья, завтра будет новый вечер и он обязательно будет добрым. Но, Леану, из нашей студии мы без песни не отпустим. Леана, эта студия твоя. С удовольствием. Закрым глаза и вспоминаю твое тепло. И понимаю, что без тебя, как без огня, не проживу и дня. И в темноте я пусть считаю седьмой удар. Он твой, я знаю, ты боль моя. Оставь меня, я так люблю тебя. Я буду просить белых ангелов тебя хранить. Я небо на коленях буду умолять тебя забыть. А по ночам я буду плакать о тебе. Ведь путь ства бьется до сих пор на мне. Те пять минут, когда мы вместе, их не забыть. Без них мне тесно дышать тобой, забыть покой. Я рядом быть хочу с тобой. И убегая от разлуки, прикосновения дарят руки. Забыть тебя, любить тебя. Два разных слова нет и так. Я буду просить белых ангелов тебя хранить. Я небо на коленях буду умолять тебя забыть. А по ночам я буду плакать о тебе. Ведь путь ства бьется до сих пор на мне. Субтитры создавал DimaTorzok